Так, мы продолжим еще разговор с Виталией. Это часть вторая. Я коснусь, в первую очередь, способа беседы. Любая беседа должна иметь цель. Почему я начал с этим говорить? Потому что ты не на стороне где-то, я не могу говорить о нем. А с тобой были, поехали, и я задействован тут. Я получился то самое звено, которое виновно в том, что ты там был. Да-да-да. Потому что ты бы их не знал, на тебя они никогда бы не вышли. Ну, все это через наши ролики и прочее. Что там говорить? Никак. И поэтому, какие люди? Ты оставил черный след на моей биографии для них. Он был расположен, и шла работа. Это главное. И ты этого абсолютно не понимаешь. Тебя это не касается, как будто бы. Слушай внимательно. У человека везде должно быть прогляд вперед. Если прогляда вперед нет, он ошибается. О, я не знал. О, я не знал. То есть, говорят. А чем отличается мудрость от знания? Ответ какой? Ответ такой. Знающий знает, как вылезти из ям, в которую попало. А мудрый знает, как туда не попасть. Что лучше? Второе. Второе. Правильно рассудил. Вот у меня в лагере дети разные были. Ну, 45 лет. Речь идет о тысячах детей. И вот привозят ребенка, а они разошлись. Но суд присудил ему. Она замужем вышла, живет там. Она теперь может только действовать, как любая разведенная жена. Отношения испорчены. Притом, если он ее любодейка. 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 Он мне этого не делал. Михаил Батугин из Москвы. И он привозит ребенка Тимофея. Ты его не захватил. Как это? Захватил. Он такой какой-то инертный. И что-то делает, делает. И все не разговаривает. Совершенно сам по себе. А я приглядываюсь к нему. Вот он, песочница. И он в песочнице что-то строил. Я вижу. А что такое? Это дворец. А это ров выкопано. Это подъезд к нему. А то он в школе это все будет показывать. Снимки-то идут-то. Вокруг ни один не может сделать. А кем ты, Тимофей, будешь? Ну, ребенок, я не знаю сколько лет. Мы, наверное, лет семь-то есть в школе. Архитектором. Чтобы ребенок отвечал так уверенно архитектором. Это занимается. А Михаил его сначала привез. А другой раз договорился. Там такой способ передвижения есть. Самолет покупает билет. Он передает стюардессе. В стюардессе все телефоны и прочее. Нас предупреждает. Его прямо с самолета принимают. Он заплатил. То есть ему самому не лететь. Это выгодно. Выгодно аэрофлоту. Выгодно его посылают. И вот так второй раз присылает. Он Михаил, а жена Светлана. Жена вышла за какого-то юриста. Или кого она заплатила. Она не вышла. Вот. Что-то такое там. И она однажды пишет. Пишет в местную прокуратуру. Районную. А может в краевую. Оттуда дали указания. И вот приезжает у нас ролик. Есть. Когда они приезжают. Ролик ставит. Он такой популярный. Я не знаю сколько. Но больше ста тысяч посещаем. Если он. И вот они допрашивают. А такой-то у вас есть? Есть. Аня приехала на дублю. Как я говорил. В территориях. В лагере нельзя. Переадриться надо. В унице. Она говорит. Я не буду заходить. Помпрокурора. И сотрудник милиции. Там лейтенант. Женщина. Обе. Ей вытащили юбку. Она одела. И теперь она говорит. Как она выглядит. Да как она симпатична. Да как нет. Отзывы пошли по другое. А покажите нам. Можете поговорить? Я говорю. Нет. Нельзя с ним поговорить. А почему? Дело в том. Что сейчас гроза была. А они просили спасти скотину. И ходили туда. И дождем нахлестало. Они сейчас просушиваются у меня. Дети. Ну. Ребенок пришел. Поговорит. Я говорю. Присутствие моего. Как родителей. Без родителей. Несовершеннолетний. Я знаю закон. Ну хорошо. Мы сели. Дальше мы беседуем. Беседа хорошая. И он отвечает. Вот он строит этот архитектор. А вокруг у него наши дети. Которые не знают этого ничего. Они такой вот раз. Весочный стопнули. Развалили. А что там? Из коры там и делается. То есть они не могут сделать. Но они могут делать пакость. У него нет таланта. Дальше я. Первый крестьянский съезд. И где в Таврическом дворце. А там малахитовые вазы. Такие стоят. Из Алтая. Привезены. Тут царский дворец. Понятно. И это описывает Максим Борький. То есть Алексей Максимович Пешко. И он говорит. Когда закончилось совещание. То эти вазы. Малахитовые. Которые от пыли потирали. Были наполнены человеческим калом. Доверку. А туалет нормально работал. Это первые лучшие крестьяне приехали. Со всей России. А почему? На фоне вот этой красоты. Они поняли, что они никто. И теперь я загажу как-нибудь. Сделаю. Наговорю. Плохо. Сука такая. Ревмодейка. Это будет прекрасно выглядеть. А оно не будет выглядеть хорошо. Тут надо или промолчать. Или осознать свою вину. Я беру масштабно. Чтобы вы увидели. Это не важно вместе так. А теперь этот пацаненок. Вот в дежуре назначается. Надевается у нас партук. На партухе карманы. Все чистенькое. Колпачок на голове. Дети дежурят. Попеременно так. И он. Хлебом. Вот. Хлебом. Побежал. Сейчас она. Побежала. Кусочки принесла. Снова побежала. А он стоит. Еще мы не знаем, что будет. Он стоит. Вот так вот. Тимошка. И глазами смотрит. Вот у хлеб кончается. А он оказывается заранее в карманы наложил хлебу. Он кусочек. Кому раз. И мы увидели. Это не просто Тимофей. У него в работниках из тех, которые сейчас будут работать. Как Петр Мамонов говорит, что наши дети должны учить китайский язык. Они будут, говорит, работать на вышках по добыче нефтью китайцев. Ну и понятно, что так не может быть. Страна исчезающая. Кажется, почти год миллиону бывает. Вот это. Я к тому подговариваюсь. Вот здесь. Как нашу вину определить? Они не знали нас. Теперь узнали. Какой свет. Темный. Плохой. И на будущее падает на все православие. А так, как я говорю, теперь твое православие гнилое. Ты молишься с католиками при запретах никакого. Молится патриарх. Молится митрополит. Нас никто не разделял. Законов таких нет. Дальше. В католическом костёле меня никто не видел. Да. Выезжая, познакомился в Томске. Анжей. Так, сенс. Поговорили. Я подвел книги. Он очень удивился. Это будет написать. Я кисель проставлю. Ещё какое-то должно быть. Мы уже летали в путешествии. Я пришёл. Стоим проставлено. Вы можете подставить. Мир дом вашего. Мир дом вашего. Мир дом вашего. Мир дом вашего. Тихо. Провода. Куда прибежал Тараси? Сядь на место. Куда тебе не надо. Здесь всё. Мир дом вашего. С миром принимаем. Мир дом вашего. СяGod. Оооо. Здоровья. Здравствуйте. Заходи. Добрый день. Проходи. Ой, добрый день. Ладно. Суббору, проходи. Я пощёкала. Юрий. Сразу скажешь. Из какой стороны. Сливаем. Сливаем. Я прошу вас сейчас успокоить. Присажайтесь. На ту сторону, на ту сторону, на ту сторону, на ту сторону. У нас только беседа, мы сейчас все закончим. Лена, Лена, мы попробуем познакомиться в парке, чтобы закончили беседу сейчас. Иди сюда. Да ладно. Ему очень важно для жизни человека. Так, все. Мы испытали эту беседу уже, предложение ее. Ты понял, где меня видели с католиками? Но прежде чем это выставить, я провел опрос своих. Вот я выставлю этот ролик. Не будет ли это смущением, соблазным? Ну какой-то. Еще нету. Тогда я его выставил. Но то, что я благословлялся, это один вопрос. Хотя, в общем-то, недалеко, но нигде нет ни одного ролика, что я молился у них. А молился я когда-то был там. Был я там лет, может быть, 25 назад где-то. Мне многое у них не нравится. Мне нравится, в первую очередь, я говорю про католиков. Мне нравится, потому что бритые вот это, ну и как папа бритые. Но не более того, с папой я не разговаривал, книги подарил, Франциску, Венедикту. Мы были в Ватикане и прочее. И вот здесь, как раз так нашим баранам, ты с ними встречаешься. Задача такая у тебя не стояла. Уехать, оставить добрый след. Об этом речи нигде не было. А что он мне вышел? Ты раб. Почему? Должник делается рабом взаимодателям. Библия говорит. И ты приехал к ним, а они тебя... Что ты... Ты Слово Божие признаешь, что я тебе говорю? Слово Божие я признаю. В контекст другой был. Да какой он не был. Тебя не выпускали за границу, пока за тебя не заплатили. Ты раб. Ты под замком сидишь. Граница на замке. Они платят за тебя 300 тысяч. За твоего ребенка, за твои удовольствия. Тут рта не раскроешь. Где-то это сутарминское сообщество, а оно тебя еще держит. И вы везде за собой вины не чувствуете. Выступаете там и архиердеев. Так долго, что тебя рта раскрыть нельзя. Пока ты не освободишься от обвинения. Каноны говорят. От чего обвинения? От обвинения в свой адрес. Пока не оправдаешься. До тебя никаких свидетельств нельзя принимать. Ты каноны не знаешь. Библию плохо знаешь. Ты их отцов совсем не знаешь. Тебе надо сидеть, учиться и молиться. А ты гляжу, там судят. А другие говорят. Вот говорили об этом. А у тебя не ругательство. Не трожь никого. А ты везде делаешь реплики. Выходишь. Скажи, Натара, часто ли я реплики какие-то делаю? Нет, если материал, я материал скинул. Сказали, вы там разговариваете. А Пахомий Велихов, гляжу, не знают. Хотя ты в расы. А Пахомий Велихов скинул материал. Притом закавыченное. Дальше о чем еще говорили. Опять я раз. Материал. Которых вам не найти. Материалы эти. А у меня они есть. Я насчитывал. Я знаю по житьям. Только и всего. А дальше не надо. Вы разберетесь сам. Наталья часто выступает. И она говорит. Потому что знания это языков. Где она бувала. Где видела. Надо по ущельям эти принимать. А вы мало прислушивайтесь. Теперь смотри. Я все к тебе это говорю. Задача не была поставлена. Главное. Не быть рабом. Я еду на заработок. Меня не знают. Я с нуля. Твои мысли якобы озвучили. Должны бы быть. Меня должны увидеть другие. Никто не знает какой я хам. Никто не знает какой я лодырь. Никто не знает какой я неуч. Я пишу с новой страницы свою биографию. Я приехал в новое место. Где меня никто не знает. А ты приехал туда. И ни грамма ни в чем не изменился. И да что они со мной разговаривают так. Ты раб. Библия говорит. Раб. Взаимодавца. То есть они взаймы дали. Ты должен понимать. Взаймы. Ты должен задачу выполнить. Немедленно поставить ее перед собой. Рассчитаться. Где я тебе покажу. Сургут. Добыча нефти. Трудная работа. Кирилл сколько лет там работал. Наши ездили на заработки. Виталий. Он там спрыгнул с машины. Победился. Приехал. Устинов. Виталий. Ездили на заработки. Нефтяные промыслы дают. Хороший заработок. На будущее. Разговор чтобы не был бесполезным. Туда не вылазь. Ни изменений. Не понимать. Только деньги. Деньги когда. И перевести. Зайти в Весном видеон где-то. И евро. Перевести им деньги. Выйди из плена. Ты раб. И тебе нельзя рта раскрыть. Ты когда уезжал. Я тебе говорил. Не испорьте отношения. Ты не помнишь это? Когда ты уезжал. Я тебе наказывал. Синовалы не ищи батюшкина. Не искал. Игоря работа этого рабаша. Я пошел проведать среди дня. Приехал. Виталий. Нигде нет. А у батюшки синовал там. Готовят. На зиму где-то. А он приметил их. Вышел на работу. Инструмент в пустике. Залез на синовал. И отдыхает. А его батюшки на синовалы. Синовалы ищем из Испании. Ты не для этого приехал. Ты должен там выложиться. Чтобы они сказали. Вот это Россия работает. А ты видели? Хамьё. Игнатий Ильич. Не дадите слово. Не дадите тебе. Не надо. После вашего. После. Не больше полминуты. Хорошо. Ты сказал делами. Дела говорят за нас не хуже чем слова. А можно сказать даже еще лучше. Ты о себе засвидетельствовал так. Что даже если поедем мы туда. Все вместе. И работать хорошо будем. А в нем все время торшило будет наскакивать. А откуда же этот хам был? Это же с вашей общины. У него не за нашей общины. Но нам знакомые. И они тебя приняли. Что именно вот так. И ты там упрекать будешь. Я даже вообразить не мог. Что за тебя, за твои элементы платить будут. За твои удовольствия рассчитываться до границы. Не слыхал даже такого. Я теперь остановился. А что же случилось то? Мне не открыто. Да и не. Господь еще мне не обязан открывать. Да мне это не надо было знать. Главное наказ я тебе дал. Не ухудшить отношения. Не ухудшить. Чтобы ты уехал и тебя вспоминали. А вы можете сказать тебе. Да где я был. Там меня здесь вспоминают. Если я приходил на квартире. А на квартире своих то нету. С 11 лет я по квартирам. Я сразу узнаю у хозяев какая нужда. Я работаю на стройке. Лежу у него сарай покосившийся. Ограды нет. Я выписываю на работе. Самое крепкое дерево. Листеница. Самостоятельно. А под домом где у него там еще нету. Подвал копаю. Один бедром вытаскиваю. Ползу ползком опять. Я выезжаю. Оставляю все. Кроме одеяла. Матрас. Все что у меня было. Еду в другой город. У меня нужда гонит. Власти меня преследуют. И мне надо выехать. Точно та же самая обстановка. Прошло почти полвека. И все еще вспоминают. А почему? Вот так. Поэтому сутарменным своим вдохновителем. Я назову его так. Вы сошлись. Жалобы на жен. Нынче у меня была такая одна девочка. И она... Ну, мать ее вышла за другого. А его-то я знал. Он у меня в лагере был. Настоящий ее физиологический отец. И он тоже на интернете только работает. А никаких образований ни чего нету. А родной брат, который работает, мне помогает. Два высших образования. Родной брат старшего. Родной. По отцу и по матери. И теперь. А почему? Пить начал. И работать не хочет. И она нашла такого. Жен-то не имеете права винить. Ребенок накормлен. Если бы ты много зарабатывал. Да твоя книгинюшка тебя вот так держала. За штаны твои. А она ушел еще в лодочке. Целыми днями лежит. В интернет смотрит. Или что-то. Да, интернета-то и не было, наверное. Вот такое дело. И сутармен. Постоянно об этом. Вы зациклились. Вы неудачники в семейной жизни. И жен ваших по полной программе обвинять нельзя. Еще раз говорю. Если бы ты ее обиходил, кажется, на руках носил. Она бы не знаю, как тебя сейчас вспоминала. Любого бы она сказала. Вот у меня был муж. Даже если бы и развелись. А то нет. Она думает, из какого рабства я вышла. С кем я жила. Скотина безмозглая. Она слова найдет не хуже наших. Ты этому Валерию скажи. Валерия. Тебя приглашали в гости. Почему не поехал? Пусть приедет. И пусть побеседует. Вместе будем молиться. Ему вреда-то не будет. А вот теперь празднование девства. Какое девство? Достоевский пишет. 1861 год. Десятилетние дети. И уже развратная точка. Десятилетние. И уже развратная точка. Тогда. 150 лет назад. Еще сегодня-то спрашивайте. Какие они дети? Еще один ребенок. Чему от тебя научился? В каком-то ремеслу. Да я не знаю даже. В каком-то ремеслу. Это то, что смотреть там. Он и без тебя знает. Вы задачу не поставили. И поэтому она не может быть выполнена. У тебя сейчас задача переменяется. Рассчитаться на первом месте. Конечно на первом месте духовное. Быть настоящим христианином. У тебя нет первого шага в христианстве. Чего ты это сказал? Отвергнись с себя. Как писал Пушкин. Хвалу и похвалу приемли равнодушно. И не оспали я глупца. Только еще там мой адрес. Я знаю. Женщина она особенно слабая. Ее не похвалили. Да хвалить не за что. Похвала в глазах как ухуд змей. Тебя женщина не может ценить. Потому что ты нищий. И не знаешь что ты нищ и слеп и наг. Так читай откровения. И Господь говорит. Ты не знаешь то. А думаешь о себе такое. Работать надо. Я вчера работал здесь. У меня пот не по спине только чуть-чуть. У меня подтянки мокрые в сапогах от пота. И он сидел. Игорь Владимирович видел. Как я расправился. Он тоже сидел. Он не может ходить. А он сидел. У меня в руке топор. Я врезался. Сколько. Плантация. Лопуха. И осрубить так. На пол сантиметра раньше ударить. Чтобы под землей сечь. А два хлопца эти. Они уносили все. И посмотри какой фиг наложили. Простая работа. Но ее мне Бог доверил. Никому-то. И мы каждый день благодарим. В поте лица. Это заповедь райская. Какие мы счастливы. Что Бог дает каждый день. Каждый день в поте лица быть. Если бы у тебя все было. До статки. До женщины. Я не знаю какая бы. Уж совсем никакая. Все она бы тебя меняла. Тошила на мыла. Говори. Я приехал. Одна из задач была. Помочь. Помочь Регисову полным погружением покреститься. Вот. Он меня попросил об этом. Мы пошли в храм. Я договорился со священником православным. Чтобы полным погружением крестили. Тот согласился. Говорит. Давайте подождем. Где-то три половины поставили. Крово это сделаем. И тут открывается. Что он каждый день на грудь принимает. И принимает перед сном. И так далее. Потом уже. Он сначала не признавался. Что он алкоголик. Потом в итоге. Все таки я с ним поговорил. И он сказал. Да. Я признаю. Я пристрастие. Я потом. Ну я конечно расстроился. Думаю. Слушай Регис. Ты сначала брось вот это свое пристрастие. А потом уже помышляй о крещении. И все. Я назад. Да. Вот этот вопрос. Вот этот момент еще. Один из. Полминуты. Откуда тебе задачу такую ставили крестить? Об этом речь не было. Помочь ему. Помочь ему. Договориться с православным. Кто тебя уполномасшил еще раз. В смысле кто? Он меня попросил. Мы пошли в храме. Я с башечкой поговорю. Почему меня не писал? Трудно было следовать. Я вам это все отписывал. Нет. Как это не отписывал? Ты не писал об этом. Что он не писал? Что он алкоголик? Слово алкоголик вообще не смущало нигде. Это открылось потом. Потом уже он от меня скрыл это. Понимаете? Игнатий Тихонович. Человек меня хотел подставить. Ты поехал заработать деньги. Я что буду потом? Какое отношение от него? Убежать тебе не надо. Уже результат сегодня показан, что ты тоже свою сферу. И потом все разрушил. Это не это Игнатий Тихонович. Ваши молитвы помогли вот это открыть. И человек признался, что он такой. И я надеюсь, что он будет работать над собой. Оставит это пристрастие и в итоге примет для себя решение. Креститься или не креститься и так далее. Пока не то что он делает, то он наоборот смотреть не хочет по суставам. Нет любви. Ни у меня, ни у вас. Вот его обвинения. Он сказал, что он предпочитает лучше лицемерие, нежели вот эта правда матка. Понимаете? Мне хорошо в католике. Я уж в католиков останусь. Они хоть, конечно, внутри тоже все такое беззаконие, но они хоть вид делают, что все хорошо. Мы вернемся. У тебя задача интересный человек очень. Задача приписывай, напиши, для чего ты поехал в Испанию? Был договор такой, заработать деньги сообщал вдвоем, подождите, и львиную долю отправить на миссию на благовестие. Вам помогать, мы с ним об этом договаривались. И он меня этим, как сказать, замотивировал, я сказал, хорошо. Ты не могу написать об этом? Что вы там переговоры ведете? Как иначе? Я бы не поехал туда. Я бы не нуждаюсь в этой помощи. Вот что дело-то мне не нужна эта помощь вашей. Ну вот так мы договаривались. Он меня как бы замотивировал вот этим. Понимаете, почему я туда поехал? У тебя в программе этого не написано. Ты самостоятельно решил первый шаг сделать и в трясине увяз. И теперь уже оттуда грязь летит, и больше ты не вылезти не можешь ничего. Надо крестить. Подождите, был договор. Я готов отработать все. Три месяца лимит, потом три месяца и опять лимит. Пожалуйста. Так я сказал, все, спорить надо. Гнать Тихонович, этот человек просто... Я не спорю. Я не берегулся на ходу. Я не о нем сейчас так опять. Сначала смотрелся на меня. Я с вами согласен. Мой грех, я услышал, Гнать Тихонович. Ты об этом никогда не степляй никого. Ты начинаешь... Я должен же сказать картину полную, а тут... Тут выходит, что я вообще-то реально приехал безумец. Как? И так далее. Кто знает немецкий язык? А? Кто знает немецкий язык? Кто приехал сегодня? То, что я буду говорить, что вам переведом. Слушай внимательно. Немцы хорошим юмором-то как будто не обладают. Умеют просто командовать. Без их командира. Ну, однако, у нас один беседует с нами. В нем футболка с гарманией. И прямо на ней написано. И обещайся. И внизу рука вот так. Дубец шульних. Ты дерьмо. И он в этой майке стоит. Не майке, а футболка. Человек на пенсии. И обещайся. То есть, я говно. Ты виноват. Майку наденет. Это немцы приславлены. Это она мне как раз. Он здоровый мужик такой подходит. Я ему объяснил. Я говорю, я когда просчитал, когда в беседе были. Думаю, я ошибся. Я позвонил сестре нашей. А она преподает в университете немецкий язык. Там практика еще ездит. У меня племянница в Германии живет. Она свободно разговаривает. Я тогда на нее вышел. Она говорит, да так. Только они хотели смещать. Ну, я навоз. Я говорю, может не навоз, дерьмо. Ну да. Я говорю, может не дерьмо, а говно. Ну да, ну да, ну да. Они и хотят. Это я такой. Ну, виноват ты. Твоя майка футболка. Мы можем говорить о положительной, конструктивной задачей, когда мы берем все на себя. Если что не залазится, виновен я. Игорь Шультих. Я, а не ты. Ты изменил программу. И взялся за то, что тебе не верено. Ты уже размахнулся помогать на миссию. В смысле? Меня попросили. Я полпредложения сейчас только сказал. Ты на полпредложения прерываешь. То есть? Ну, основной берут, попробуй. В нее руки уже положи, народ. Крестообразно. Положи. Вот. Крестообразно. Не просто как попало. Вот крест. Поперек вот так. Крестом замкни его там. Чтобы не скучало рогами. Держи и так. Твоя задача была одна. Они пошли на непредвиденное, непредсказуемое. 300 тысяч элементов они заплатили за него, чтобы жена отпустила его за границу. Она на замке. Она пошла на то, чтобы получить деньги. Я тебе говорил, примирись с ней. Примирись. То есть, чтобы она написала, отпускает без денег. А что за себя заранее заплатят, у меня даже порошинки не было. Я этого не знал. И когда я все это узнал, я так и ахнул. Я даже не слыхал такого. Даже не считал нигде. Чтобы человек имел удовольствие, а за него кто-то оплачивал другое. Теперь, где сейчас вернулся уже? Сколько месяцев назад? Ты уже месяца три-то, наверное, вернулся назад. И все еще не работаешь. А я в интернете. Интернет – это игра. Это не работа. Работа тот, который ездит, его вызывает. Он закончил университет. Он там программы ставит. Ты ничего этого не сделаешь. Это большие знания нужно быть. А вот который приезжал. Девочка нынче была. Он точно так же помогает. Все знает. И все. И жена его бросила. Он знает. Кто тебе будет? Я платить тебе не буду. Там ролик из моих же роликов отдельно составили где-то. Ты не прав. Тебе сейчас надо не говорить, а у Бога и спросить начало христианского пути. Отвергнись в себя. А тебя тронуть нельзя. Ты трясешься. Отвергнись. Тебе, Регису, не надо было ничего говорить. Спокойно сидеть, молиться и сказать. А ты мог только сказать так. А вот мы здесь, у нас как сухой закон, хотя и разрешается по уставу. Все встало на место. О! Я еще раз напоминаю. Вот так вот нога заново, вот так вот садить, вот так. Это не положено. Тем более женщине. А Арсений Великий прожил в Плесарском дворце. Единственный нашелся, который знает и духовное, и мирское. Избрали воспитывать будущих императором Гонория и Аркадия. Теперь он в пустыне находится, а ногу так. И братья все боятся ему сказать. Тогда договорились. Когда придем туда к нему, в гости так. Ты так сделай ногу, а я тебе сделаю замещание. А он уже так сидит. Он потихоньку снял ногу и больше никогда не делал. У тебя нет этого подхода. А то уел он пьет. Не твое пьет, свое. А как сказать, ты не знаешь. А почему? Извилина одна, как сказали. И поэтому отверзлись в себя. Ты об этом не молился, а сразу блякнул. А он понимает, положение раба обязывает молчать. Он даже на необъяснимом уровне это понимает. Ты нарушение за нарушением этики делал. Все сказано. Тебе не надо не оправдываться ничего. Виновен. Виновен. Вот этот шахматист, шахматист, ему где-то в монастыре подали-то, десять заповедей-то. И он убийствует где-то. Не виновен. Теперь. А вот седьмая заповедь не при любозействе. Он сидит и все это. А ему на листах распечатали. Изменял ли жене? Галочку. Виновен. Так. Товарищи, там жена другая была. Там как? Виновен. Это ролик выставил. Этим подвиг других к раскаянию. Видели это? Ну правильно? Вот как надо подходить. Ты ездил в Испанию, а ты состав такой ролик. Задача была одна. Заработать. Больше ничего не было. Все. Я нарушил. Виновен. В отношениях. Виновен. Виновен. Хам. Лес куда не надо. Говорил еще не следует. Не обдумывал. Виновен, 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 виновен. И тогда разговор правильно будет. А теперь молитва. Тебе никто не поможет. Я не Бог тебе не поможет, а ты сам себе не поможешь. Вот разговор на этом закончен. Полминуты тебе слово. Все. Аминь. Игнать Никольевич. Игнать Никольевич. Можно сказать еще? Место писания. Дело все в том, что первое, что неправильно сделано, написано, не все делайтесь учителями. А он начал мучителем становиться. И от этого все началось. Опять человек не знает, что говорить. Вот это к тебе в первую очередь относится. Вот видишь, Кирилл. Ты вот так и глянул. Игорь, я могу это сказать. Мы можем даже сказать. Но можно ли говорить? Игорь, я скажу. Вопрос один. Надо ли говорить? Ты уже сегодня только зашел. И отношения с ним уже портятся. Ты знаешь это. А промолчал хуже будет или не хуже? А он у тебя может врезать еще чище. Он алименты не платит. Понятно? За чужой счет не живет. Он всю жизнь работает на труднейшей работе. По тайге, везде. Геолог, инженер. Его очень далеко знают. И ты. А я тебя могу врезать. По воздуху убьешь руками. Нельзя. Человек не знает, что говорит. Нельзя. Игнать Игорь Ильич. Это факт. Нельзя. Первый вопрос всегда решай. Стоит ли говорить? Я скажу. А ты вариант проверить. Я скажу. Он вот так-то умолчать не будет. Это у него образования хватит на десятерых. Он много читает. А если я не скажу, то будет вот так. Ты не проигрываешь программу вперед. Слепой совершенно. Ты знаешь, сколько я мог бы сказать. Вот это нападает, которое я вчера снова опять помолился. На этом захлоп. Усиливай молитву. А человек столько делает неправильных шагов. А теперь я сделаю так. Вот это вот. Ой-ой. Назад я. К каждому предложению пять часов назад. У тебя нет этого. Сейчас подошло. Уру. То есть бестормозной. Тебе язык рубить надо. Просто рубить. Заставит тебя молчать. Я тебе говорю не как чужой человек. Я тебе спасу. На решение говорить сегодня или когда уезжать будешь. Ты говоришь давай сейчас. Я ваши слова все принял. Спасибо Иистос. И говорят. Известия есть плохие и хорошие. Какие сначала давать? Плохие. Сначала всегда плохие. Потому что наша жизнь. А вы для меня сейчас очень. Сначала плохие. А хорошими там загладиться не будет. Я его вообще не воспринимаю. Никак. Простите меня. Регис тебе не друг. Регис? Да. Он считает что да. А для меня он у него. Он хороший человек. Он замечательный. Вот его не считает. А? Он меня считает? Да. Ураком там. Не знаю. Чем он меня считает? Не злодим как. Злым человеком. Злым человеком. Так. Тема закрыта. К ней не возвращаемся. Твоё вдохновительство у Тармина постарайся чтобы был злым. Это не мой вдохновитель. Опять вы. Игна. Вот тут вот давайте поговорим. Смотрите. Вы считаете что мы там жен обвиняем. А мы всё остальное. Я считаю это вы говорите так. Вот. Ладно. Мы зацикли. Подождите. Мы заволчим. Да. 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 И вот эта прелюбодеянная ересь она будет дальше. Тихим сапом. Подожди. Ну ты сказал уже это. Тихим сапом будет вот это всё. Насаждаться епископами или любимыми. Вам ничего не сделать. Пустой это всё. Ты. Тебя сатана на этом держит. Давай. Нет. Я в общем. задницу жён покинул. И жена типа. Давай. Дальше вот. Живи вот в прелюбодеясь. И до конца дней своих живи. Я тебя не буду называть вообще. Виталь. Вы уже об этом говорите день и ночь. Он едет в машине. Говорит дорого. Он да. Он да. Он да. Он да. Он да. Ты лишь помешанный человек делается. Ну. Согласен. У тебя тоже самое. Жена прелюбодейка. Жена прелюбодейка. А ты у ребенка. Сначала когда не венчановый блудник был по полной программе. Ты согласился. Вам в таро сгубить нельзя. Я скрываю. Вы не целомудренные. Вы грешники. Блудливые. Я нельзя. Коты. Нажили котята. Теперь кто-то кормить должен. Ни слова. Нигде против жён не говорите. Бывших жён. Ты расположи даже чтобы такая. Чтобы она вздохнула и сказала. Дура была. Кого я оставила. Вот как. А это возможно? Да. Это возможно. Я слышал это от женщин которые так. Когда дошли до сознания. Правда женщина одна. Я видел дело идёт к разводу. Ну почему я не ушла. Сказала Миша больше знать тебя не хочу. Нет. Пришла домой меня как дал под задницу. Я же головой на лестничной площадке. На один день опоздала. Теперь все знают что он меня выгнал. И я его оставила. У меня очень большая практика. Я прорабом работал. Я между собой разговариваю строитель. Так на этом всё. Сейчас. Вот без рукавов мне не нравится что без рукавов. Всё время надо за стол вниз. Сядешь в храм и пойдёшь. Ещё вас разжарило. Надеть вот как все. Убрать. Я тебе уже говорил. Что без рукавов я тебя не видел. Ты опять лезешь. Вы вдвоём. Вас сейчас расположено. Где будете отдыхать. Женская. Персонал здесь. Мужчина отведут туда. Два дома разные. И сюда ложиться пораньше. Часов девять. Пойдём в 4.40. Завтра у нас суббота. В 8 утра. В 7 завтрак. Мы идём в церкви. Там в одной половине школы. Там в спортзал. И там за столом у нас будет беседа. Но сегодня я вам дам бумагу. Вы напишите краткая характеристика. Как обратились. И как у вас желание это появилось. Почему вы решили здесь. Ну то есть вопросы по истинному православию. Здесь дам бумагу. Вы всё напишите на двух сторонах. И завтра у нас там будет голосование. Рекомендательного характера. Кого допускать. Кого не допускать. Раньше у нас было только так. Были люди которые ходили на наши занятия в университет и школы. А теперь издалека. Я узнаю только как. Я могу сказать кого знаю. С кем был. А с кем. Ни в новом занятии не было. Не участвует в наших утренних молитвах. Я о нём сказать ещё не могу. Вот я бы Екатерине. Когда царь слышишь ты. Я тебе очень доверяю. С папой почти не знакомы. Тебя полностью доверяю. И ты за них отвечаешь. Наталью я хорошо знаю. Рафиль. Рафиль она крещённая. В гости приехала. Елена. Да. Ну вот там вы знаете. Юрий этих я знаю. Они на занятиях. И вы ответите на вопросы. Завтра вам будут задавать вопросы. Раньше было так. Человек готовит к крещению. Готовится к крещению. Пишет заявление. И сразу же заявление в общину. А какое отношение? Да такое. Если ребёнок рождается. Его на волнести не выбрасывают. Мы делаемся ответственность за него. Вот как. Были бы вы рядом. Значит сразу писали заявление в общину. А куда тебе пойти? Там где открытые двери. Мир через порог хлещет. И тебе там никогда не выйти оттуда. Мы обязаны сделать. И поэтому у нас это получалось. Одновременно. Как крещение и заявление так. Сегодня одного человека ждали. Он ещё не принял крещение. Но уже бунт начался. Я только молился. Покажи как. Будет он тут или нет. Он может приехать. Вот. И поэтому. Ещё не было. Занятия не было. После службы не остаётся. А уже так. А вы какие. Я знал. Мы секта. Так а куда ты? Зачем ты идёшь? Это не годится так. Сиди в своём месте. Приходишь. В храм ходи. И как в Великом Интвизите. Так говорят. После смерти. А брящит лишь смерть. А там всё. Хочешь разговоры. Возражаешь. Смерть. И сейчас всё это покажет враг. И при том документировано будет. Минута. Сейчас. Когда ты был. Где ты ложился? Где ты вставал? Где выпивал? Какие слова говорил? Вот в Тарасе есть такой. Патриархом он был. И вот как только умирал, в это время демоны окружили его. Ложи. И стали ему представить дядь. Он говорит. Он припомялся. И говорит. Всё вы лжете. Ничего этого не было. И помнишь. Ничего этого не было. Они могут лживое говорить. Я вот спрошу. Кто видел? Я высылал всем интервью с дьяволом. Я смотрела. Все видели? А кто не видел? Несколько раз смотрел. Видите как? Ты видел? Он точно говорит. Не надо, чтобы человек весь был мой. Он в одном нарушает, он уже мой. И Библия говорит. Виновен в одном, виновен во всём. Как дёргать, да? В минуту. Да. И главное. Да как дёргать ещё в храме, что ли? Он говорит. Ты что думаешь? Большинство церквей моём прямо говорит. В это надо поверить. Всё. Значит, первым делом рукава. И садитесь за стол. Здесь есть кому за вами ухаживать. Дальше вас распределят, где спать. Всем наказано было две простыни на улочку. Всё уже готово. Решите, кто на верхнем, это же кто на нижнем. И потом я уже подойду. Сейчас сколько времени? Наверное, уже десятый идёт сейчас. Девятый. Полвятый. Давайте договоримся. До десяти вам всё покажут. Я сейчас отойду от вас. Я не хочу вам больше надоедать. А когда приду, тогда уже на верху начнём знакомиться. Вы между собой поближе познакомитесь все. Чтобы знали хорошо друг друга. Побеседуйте пока. В десять мы садимся за этот стол. Согласны? Всё. Здесь никаких слов вам не будет дано. Я конкретно занимаюсь людьми. Даю бумагу. Всё заготовлено. Открываю книгу. Пишут на вопросы. Отвечаю. Не пространно. Хотя бы кратко. Знать кто и как и подпись. Число. Я хотел спросить, Веталя, тебя. У тебя когда было крещение? Константин. Отец Константин. Как же его фамилия-то? Да не надо фамилию. Старобряц ушёл. Вы его знаете из РПЦЗ. Я с ними был в лагере в детском. На Урале. Это не он копал там эти разные подземные продукты заготавливал. С бабками. Не знаю. Он такой к старобрячеству тяготеет. У него Лестовка старобрячества. Коунов. Константин. Лестовка была у Серафима Саровска. Не. Ну я вам говорю что. Старобрячество в ней приемли. Кого бы то ни было. Вы его знаете. Отец Константин Коунов. Как дух такой. Сейчас он где? Сейчас он где? Он где-то в Кемерово. Ну где-то на востоке там. Всё понятно. Знаете его? Нет. Может быть и знаю. Всё на этом. Вы занимаетесь своим делом. Он в Красноярске. Снова за стол. Ну вот. Гости. И потом вам покажут куда. Так. Володя.